Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футболота Жизни и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить обязательно подписаться на канал, потому что большой процент зрителей смотрит мои видеоролики без подписки. Ребят, если вам понравился этот ролик, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. Вам не трудно, а мне приятно. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео. Кому интересно, игровая индустрия в YouTube, игровые прохождения, обязательно переходите и подписывайтесь. Давайте вместе добьем 40 подписчиков. Ну что же, также небольшое отступление перед началом этого видеоролика. Не зашел как-то вам предыдущий ролик «Карьера за Зенит» по лайкам. Ребят, давайте хотя бы проявим хоть какую-то активность, 10 лайков хотя бы наберем. Будет у нас такая планочка определенная. Я увижу, что вам нравится это, получу от вас хоть какой-то фидбэк. По просмотрам-то нормально, но лайков очень мало, ребят. Так что давайте поддержите меня лайками. Ну что же, «Карьера за Зенит», так же как и «Карьера за Лестер» будут набирать у нас новые обороты. Вместо трех матчей мы будем играть четыре, потому что уже апрель месяц на дворе. Нам надо набирать обороты, а то мы таким образом здесь Лигу чемпионов за Зенит и за Лестер так и не выиграем. Поэтому по четыре матча будем играть. Надеюсь, это как-то ускорит наш процесс. Сейчас у нас игра против «Локомотива». Что-то я не посмотрел даже на какой они строчке сейчас идут. Ох, они ниже даже десятой. Я думаю, это прям для нас такой хороший сейчас матч будет, конкуренция. Но нет, у них какой-то Политайев даже на воротах стоит. Состав-то, кстати, нормальный. У них «Чам» есть в опорной зоне. То есть абсолютно те же игроки, которые были, кроме Гильерми на воротах. Я не знаю, что по моему составу на самом-то деле. Честно. Могу «Чалова» вместо «Жезуса», кстати, выпустить. И могу выпустить «Фодена» вместо «Паласиуса» того же. Форма у обоих хорошая. Поэтому почему бы и нет, давайте дадим шанс. Я не знаю, может быть, вместо «Пикфорда» Лунёву выпустить. Почему бы и нет. Там тем более Лига чемпионов сейчас будет. Поэтому давайте Лунёв в рамках чемпионата России поиграть. Ну что же, «Локомотив» «Зенит» поехали. Итак, РЖД «Арена». «Локомотив» против «Зенита». Выездная для нас игра. Там дальше у нас Лига чемпионов будет. Но я что-то как-то даже и не помню. Если у нас там проблемы по выходу вообще в плей-офф, вроде как не должно быть. Но в рамках чемпионата России «Зенит» сейчас идет на первом месте. «Локомотив» ниже 10-й строчки. Какие-то проблемы у железнодорожников случились. В клубе, я не знаю, «Пикфорда» у нас будет уже заточен под Лигу чемпионов. А вот и «Смолов» и удары гол. 13-я минута. Может быть, это и роковая моя была ошибка сейчас. Потому что я выпустил Лунева. Но «Малком» прорывается сам, потому что по центру вообще никто не держит. Почему бы и нет? И «Чалов» 1-1. Федор «Чалов» вот его-то мы точно не зря, наверное, выпустили. Он точно отплатил голом мое доверие. Поэтому замечательно. 1-1. И опять пробили и с рикошетом забивает «Локомотив». Второй уже гол какой-то. Пропускаем обидно. Я даже не знаю, кто сейчас забил на автогол. Запишни на автогол. «Лысок» нам забивает. Но это вообще два мяча мы сейчас пропускаем. Ну все. Лунев немножечко мое доверие исчерпал. Так, отлично. «Малком». Хорошая передача на Паласиоса. Свеженький Паласиос. «Азмун» отлично, 2-2. 56-ая минута. «Азмун» забивает, сравнивает счет. Ну вот, связка моего. Нападение, именно который вышел в старте, уже без «Жезуса» там. Ну как-то так. Неплохо на «Азмуна» дошла передача. Вот и «Жезус». С левой ноги 3-2. Не зря выпустил «Жезуса». Все мои сегодня нападающие, которые были на поле, забивают. И все. «Жезус» забивает решающий гол. Мы впервые за матч. Выходим вперед. Супер. Ну и все. Финальный сесток. Болевая, действительно, победа «Зенита». Камбэка, как такового, не произошло. Отыгрывали каждый гол «Локомотив». Но потом выход «Жезуса» на поле переломил ход встречи. И мы победили со счетом 3-2. Матч действительно был трудный. Победа абсолютно, мне кажется, заслуженная. Просто показали, что у нас лучший характер. Больше мотивации какой-то было. Но даже «Лунев» 6-0 оценку получил. Значит, не он, скорее всего, там был виноват. «Лобран» 5-5 и «Караваев» 5-5. Итак, закончился у нас 10-й тур. Мы единственные... А нет, не единственные, еще и «Краснодар». Давно, кстати, таких команд, я уже хотел сказать, что мы единственные, кто в ничью ни разу не играли. Но у нас 9 побед. 27 очков. 2 очка лидерства на ЦСКА. Пока что все замечательно у нас. Так, Габриэль Женус, теперь у нас боец. Получил он изменения для себя новой роли. Играем мы сейчас против «Паока». Давайте посмотрим, как у нас обстоят дела вообще с Лигой чемпионов. Скорее всего, это вообще последний 6-й тур. Нет, 5-й. 5-й тур. Но мы играем против «Паока». Их абсолютно все обыгрывали. Поэтому и нам надо тоже их обыграть. Не будем расслабляться по поводу того, что их все обыграли и даже мы. Поэтому надо нам немножечко быть готовым. Ну вот, круговой выйдет. Те игроки, которые вот... С плохой, так сказать, подготовкой к матчу, те, наверное, вот только и пропустят. Остальные все будут принимать участие. Не знаю, стоит ли вы сейчас мостового, там Шамуродова. Кто-то, честно, не знаю. Давайте даже Шамуродова возьму вместо Чалова. И мостового вместо Малкома. Все, Фодона, скорее всего, тоже бы... Не знаю, только на кого здесь. Вроде все даже. Пусть Фодона останется. Все, вот таким составом мы выходим. Ребята, надеюсь, заряжены будут. Так, а зачем я здесь-то это все, в общем, меня... Ну, не суть. Потом, если что, мы поменяем. Все, старт и состав на ваших экранах. Зенит против Паока. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против Паока. Пятый тур Лиги Чемпионов. Поехали. Зенит пока что, как я понял, ни разу не проиграл. У них 10 очков. Три победы. Одна, я так понимаю, ничья. Вот поэтому... Ну вот, Паок абсолютно на данный момент обыграли все. У них в графе очков ноль. Поэтому все закономерно. Пятая игра. Четыре они подряд без побед. Поэтому посмотрим, как сегодня у нас сложится этот матч. Может быть, с быстрого даже гола. Так и есть. Азмун. Восьмая минута. Забивает первый гол в сегодняшней встрече. Вот так бы сразу, так бы еще бы и с Локомотивом мы играли. Без нервов. Но, в любом случае, гол интересный. Быстрый получился. И, в любом случае, это птича для размышлений о каких-то корректировках в составе на второй тайм. Может быть, действительно выйдут вот Шамуродов. Мостовой. Сохранить для себя хоть какие-то шансы. Там, за левую Европу, они, наверное, могут бороться. И вот Джезуус, это 2-0. На противоходе поймал Галкипера. Галкипера уже в другую сторону отходил. Поэтому будем сейчас, естественно, мы делать замены. 65-я минута. И счет позволяет и время. Поэтому почему бы и нет. Как-то так. Но Элдор Шамуродов просто даже не выходил на матч с Локомотивом. Был Федор Чалов, которого потом заменили. И Шамуродов забивает. 73-я минута. Вот она, тренерская замена. Элдор Шамуродов, я не знаю, забивает, наверное, первый гол в Лиге Чемпионов. Но замечательный какой гол. Громим. Пал, так сказать, до конца. Но гол есть гол. Зенит разгромил Паок. Жезус празднует абсолютно все игроки. Зенит счастливый. Значит, официально мы выходим в плей-офф Лиги Чемпионов. Но сейчас уже действительно там мы будем бороться за выход в плей-офф с первого места. Лучшим игроком стал Габрель Жезус. 7,5 у него оценка. Ну, а худшим, вот мы видим, круговой и караваев фланговые защитники получили низкие оценки. Аякс обыграл Андерлэд со счетом 3-0. А это даже означает то, что мы абсолютно точно выходим с первого места. Даже независимо теперь от ответной игры в шестом туре. Поэтому как-то так. Сейчас у нас такая расслабленная, я надеюсь, победная будет игра против ротора. Ну и дальше закончим все на матче с ЦСКА. Травмирован Ригони. Вернется, мы к нам в декабре. Вот это вот обидное известие. Так, ну да, нам надо перестановку все так же сделать в команде. Ну и готовимся теперь к игре. С ротором. Они идут на 9-м месте. Посмотрим, кто у нас готов, кто не готов. Стоит ли выпускать Лунева снова. Давайте выпустим. Все-таки в рамках чемпионата России. Не самый такой и серьезный соперник. Снова ли выпускать Фодена. Давайте выпустим. Верю в этого парня. Ну и все. Больше я не знаю, честно, кого выпускать. Могу связку нападения Чалов и Шуморода выпустить. Почему бы и нет. Посмотрим, что эти парни смогут сделать. Зенит против ротора. Играем еще и дома у себя. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит против ротора. Две у нас пока что победы. Из двух в текущем выпуске. Обыграли Локомотив на выезде. Обыграли дома в Лиге Чемпионов Паок. И для себя обезопасили в том, что мы официально вышли уже с первого места из группы в Лиге Чемпионов. Ну а теперь ротор. Хороший соперник, с которым можно попробовать разные связки в футбольном плане. Вот как раз сегодня такие у нас и случаются. Чалов и Шумородов, которые не так часто даже и вообще выходят на поле. Ну а теперь вышли даже в старте. Отлично. Вилмар Бариос. И на Чалова. Отличная передача вперед. Никто пока что не догоняет. Федора Чалова. Хорошая передача. И Шумородов. Вот она связочка. Отличная. Лидор Шумородов забивает с голевой от Федора Чалова. Конфетти. Сейчас разбросает. Ну голы хорошие сейчас идут. У Зенита Зенит хотя бы забивает в последних матчах. Мне это действительно радует. Еле-еле дотянулся. Долг мне уже когда же подрославился. Думал там никто не замкнет эту передачу. Но нет. Надо было играть до конца. Отдает на Чалова. Шумородов не забивает. Ну-ка Чалов. Чалов здесь забил. Чалов подкараулил. Буквально он просто оборвался. Пока защитники не контролировали. И забылись. В штрафной. Просто подкараулил. И забил. Этот гол. У Чалова гол плюс пас. Вот здесь вот он снова выдавал почти голевую на Шумородова. Но. Долг меня все-таки вытащил. Вот этот удар Элдора Шумородова. Но вот удар Федора Чалова не смог. Уходим мы на перерыв. Со счетом 2-0. Вход в штрафную вряд ли сейчас будет осуществлен. Спасуется через центр. Здесь вход он. Бариос. Который отдает на Шумородова. И Чалов. Ой-ой-ой-ой. Здесь еще есть ноги так. Неудачный мяч. Свалился. Ну и как же сейчас филигранно отыграл Малком. 3-0. Малком давно вроде как не забивал. Но сейчас интересный гол забивает. Аккуратненько так. Нашли его этим сквозным пасом. И он забивает. Все. Финальный свисток. Зенит разгромил ротор. Получается минимум 3 мяча. Мы забиваем в сегодняшнем выпуске. На это наш максимум. Третью игру подряд забивает 3 мяча. Ну и в двух последних матчах сделал разгром. Ни разу не пропустил. Замечательно. Ракицкий плохо отыграл сегодняшний матч. Бариос. Но Ракицкий вот именно 4,5 оценка. Ниже всех сегодня за выпуск он получил. Ну и теперь у нас лидерство вроде все так же. В 2 очка на ЦСКА. Месси у достойной награды лучший футболист мира. Поздравляем его с этой наградой. Так. Лучший футболист мира Месси. Лучший главный тренер это Кальдорони. Я не знаю. Сейчас надо посмотреть какой клуб он тренирует ежемесячный отчет. В сборном месте у нас попали Шамуродов и Жезус. Жезус плюс один к рейтингу добавил. Прокин плюс один. Ну а дальше Ловрен только минус один еще. Но мы его и так уже вроде как собрались продавать. Не знаю получали ли мы по нему предложение или нет. Так. Ну по футболисту Месси. На втором месте Неймар. И на третьем кстати Мбаппе. То есть я бы думал все таки Мбаппе на втором месте будет. Кальдорони тренирует Наполе. Я вообще не понимаю почему он стал трехнером года. Как-то странно. Но да ладно. И так сейчас у нас матч против ЦСКА. Первая строчка играет против второй. И сейчас ЦСКА кстати если выиграет в сегодняшнем матче. Поднимется на первую строчку. Поэтому соперник для нас уж точно серьезный. Определенного рода это тоже дерби. Дерби двух столиц. Посмотрим на наш состав. Кто готов кто не готов. Вроде все на самом деле в хорошей такой форме. Может быть даже стоит Аздоева вместо Паласиуса взять. Посмотрим. Если что Паласиус там чисто усилит игру. Ну и кстати вот Караваев. С плохой формой. Я вот даже не знаю стоит ли Терентьева. Давайте. Рискнем. Почему бы и нет. Но Терентьева вот надо в первую очередь мне кажется менять вместе с круговым. Ну что же ЦСКА против Зенита. Поехали. Итак Веб-арена. ЦСКА против Зенита. Интереснейший матч который заканчивает наш сегодняшний выпуск. Зенит приезжает в столицу. Для того чтобы либо всем доказать что он клуб номер один сейчас в России. Потому что идут сейчас на первом месте. Ну а ЦСКА будут бороться за то чтобы навязать конкуренцию как раз тому же Зениту. Напоминаю если мы сегодня проигрываем. То ЦСКА попадает на первое место. Но мы в любом случае приехали сюда только за победой. Очень хорошо Паласиус. И Паласиус. И Азмун. Вот. Вот она эта парочка. Паласиус создал отличный момент. Малком вроде вырезал эту передачу на Паласиуса. Но забил все равно гол. Сирдар Азмун. Отлично. Во втором тайме выходим вперед. Стоило вот парочку каких-то изменений внести и все. Левого защитника ЦСКА. Ну вот он единственный просто момент возник у ЦСКА. 83-я минута. И девятый номер. Сейчас даже узнаем точно кто это. Или не узнаем. Зайнудинов. Забивать. Мы же забрали Федора Чалова у ЦСКА. Поэтому забивать-то там практически осталось некому. Все. Ничейный счет. 1-1 против ЦСКА. Но я не знаю даже честно. Игра была чисто за нами. Один вот возникший момент у ЦСКА. Два удара, два в стороннике. Один гол у них получилось забить. Дожали в конце. Но Пиквард. Ракицкий. Терентьев. Плохо отыграли в сегодняшний матч. Также Караваев. 4-5 вышел на замену. То есть даже Терентьев лучше отыграл чем Караваев. Но как-то так. Не решился спор. Но по крайней мере мы отбили от себя ЦСКА. Они теперь на третьем месте. Но к нам подобрался Краснодар. Теперь у нас минимальное лидерство в таблице. Краснодар набирает свои очки. Ну а сейчас заканчивать мы будем сегодняшний выпуск. В следующем сыграем против Аякса. Ну и самое интересное, наверное, против Спартака будет игра. Так, что у нас по переговорам. Работа скаутов. Кого у меня там нашли? Правого защитника. Но это вместо Терентьева, я так понимаю. Хесус Корона. 28 лет. Добавим пока что в список. Почему бы и нет. Джеймс. Всеми нами любимый игрок Спартака. В нашей стримовой карьере был такой молодой человек. А здесь у нас Монтиель. Ну нет. Мне кажется, 79 мы уже не будем рейтинг брать. Нам надо 80+. Хороших игроков даже в свой список добавляет. Регоний полностью выздоровел, поэтому замечательно. Так. Ну и все. На этом мы заканчиваем. Ребята, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Набираем 10 лайков, чтобы я увидел вашу активность. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok